Нимих Цурга, Нимих Ник, Нимих Туру, Нимих Нэнс, Нимих Ору, Нимих Тау, Нимих Цурга, Нимих Тау. Эти ребята только что перемножили десятизначные числа. Несведущий человек скажет уникальные способности. Тот, кто знает восточную технологию счета, возразит просто тренировка. Сейчас в Улан-Баторе примерно тысячи детей освоили арифметические действия на счетах. Самому младшему математику всего пять лет. Все ребята за десять секунд могут сложить, отнять, умножить и разделить очень большие числа. Среди них есть и начинающие, а есть и те, кто уже прошел квалификационные экзамены и продолжает совершенствовать свою технику. Я тоже два года занимаюсь сарабаном. Что касается пользы от этого счета, то у меня хорошие оценки по всем предметам. Память улучшается. Я легко и быстро запоминаю математические формулы, химические элементы, химические формулы. И даже литературные произведения. В этом году в июле я ездил в Японию сдавать квалификационные экзамены пятого уровня. Успешно сдал. Я занимаюсь сарабаном уже два года и добилась больших успехов в математике. Теперь я очень быстро все запоминаю. Я занимаюсь сарабаном уже больше трех лет и если раньше учился так себе, то теперь намного лучше, особенно в математике. Освоение устного счета позволяет улучшить память ребенка и развить его логическое мышление. Есть две техники. Решение примеров при помощи счет или пальцев руки, просто глядя на счеты. Я легко проделываю всякие вычисления с трех и четырехзначными числами. Если бы нам пришлось это делать просто в уме, это заняло бы очень много времени. А так раз-раз и готово. Надо только освоить, понять метод, а дальше уже просто. Начиная с девятого класса математика становится очень сложной. К тому же мало кто умеет производить вычисления с трехзначными числами, разве что при помощи калькулятора. Но если все время пользоваться калькулятором, то голова перестает работать. А сарабан позволяет делать вычисления быстро и не бездумно. 7 декабря этого года в Малайзии пройдут 18-е международное соревнование по устным вычислениям с использованием счета. В Монголию будет представлять 32 ребенка. Все дети сейчас усиленно готовятся. По правилам, на международные соревнования допускаются ребята не младше трех лет. От Монголии поедет шестилетний ребенок. Мы уверены, что наши дети добьются успеха на этих соревнованиях. Помимо традиционных математических расчетов, наши дети осваивают такие методы, как фингерс-математика, веди-математика, флаш-анзан и японский сарабан. Они могут одну задачу решить четырьмя различными способами. Главное при участии в международных соревнованиях – это скорость. Нужно за 8 минут решить 200 задач. Наши дети сейчас наращивают свою скорость решения задач. Педагоги говорят, что у некоторых участников соревнований есть финансовые затруднения, связанные с расходами на поездку в Малайзию. Поэтому взрослые обращаются за помощью ко всем неравнодушным людям, чтобы поддержать интеллектуальное развитие молодежи. Мы пробудем в Малайзии 6 дней, плюс билеты туда и обратно, гостиницы. И да, всего на одного ребенка потребуется 2 миллиона тугриков. Часть родителей в состоянии позволить себе такие расходы. Но, понятно, есть и такие, кто не может. Поэтому просим нам помочь и поддержать наших детей. Специалисты утверждают, что вычисления с использованием счетов сарабана имеют большое значение для интеллектуального развития детей, способствуют формированию сосредоточенности, внимательности. Занятия детей сарабаном ведут к тому, что у них повышаются интеллектуальные способности, и они показывают большие успехи в школьных предметах. Долгар Сурен Энгбелек, Аист, Монголия.